Обо всех этих темах мы поговорим с экспертами. У нас на связи находится Владимир Рыженковский из компании Норд Капитал. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер, Даниил. Здравствуйте. Хотел вас спросить про Apple, но начнем, наверное, с Сечина или все-таки с Apple начнем. Выбирайте. Как хотите. Есть детективный метод, да, когда, как у Холмса, от общего к частному, а есть и индуктивный, когда от частного к общему. Ну, наверное, мы можем и так, и так. Я боюсь совсем запутаться. Давайте лучше другую систему я предложу. Лифо или Фифо, да? Last in, first out. Давайте поговорим об акциях Apple. Вот ждем отчетности, собственно, что ждать-то. Верите ли вы в яблочные продукты в детстве Стива Джобса? Вы знаете, вот я слушал все высказывания, доводы людей, которые вот сейчас выступали. Мне почему-то вспомнилась такая, как бы сказать, известная присказка, вернее, это не присказка, это стихи известного поэта по поводу того, что умом Россию не понять, в Россию можно только верить. Вот нечто подобное, ну, про Америку они, конечно, так не говорят, но есть определенные американские кумиры, которых нельзя, так сказать, понять, но в них можно верить. Вот доводы всех людей, которые выступали, я не хочу никаким образом унизить, так сказать, или каким-то образом оскорбить их чувства, но они сводятся к тому, что в Apple надо верить. Простите, но я прагматиком стал, потому что у нас несколько раз уже рынок за последние 2-3 года бил по рукам, и я действительно сравниваю Apple в большей мере не с тем, что это вот гигант, который сделал передышку, а с тем, что, например, происходило с компанией Research in Motion, которая выпускала BlackBerrys. Какое-то время назад, действительно, BlackBerrys это было вообще, так сказать, писком моды, это был единственный гаджет для B2B, для деловых людей, и альтернатив ему не было. Посмотрите, где сейчас Рим находится, Research in Motion имеется в виду. То же самое где-то происходило и с Microsoft, правда, это тогда было связано с уходом Билла Гейтса, и уже фактически все операционные системы после Windows XP, согласитесь, они были в той или иной мере неудачными. То есть рынок забыл про Vista, рынок забыл благополучно про 7-ку, сейчас пытаются 8-ку адаптировать под планшеты, тоже все непросто, и я в большей мере склонен верить общему тренду технологических бумаг. Почему NASDAQ более доходный и в то же самое время более волатильный? Потому что таков цикл технологических компаний. Они сначала очень сильно растут, они экстенсивно расширяются, затем наступает период плато, и после этого, если какие-то новые прорывные идеи не вносятся на рынок, то эти акции начинают падать. Я думаю, что Apple сейчас находится в таком периоде, когда им либо надо что-то предложить уже сейчас, либо, если они в течение этого года не предлагают ничего нового, то мы должны смириться с тем, что это повторение истории того же ResearchMotion или Microsoft. Владимир, спасибо вам большое за ваш комментарий, мы с вами не прощаемся, оставайтесь, пожалуйста, на связи.